У Гомеля керавництва специализованного предприемства инвалидов по зроку «Святлотехника» подняла пытание об порушении нормов безбарьерного осяродя для неведущих людей. Говорка идти про изменение инфраструктуры для предприемства и дома малосемейного типа, у яким проживают тотально слепые и инвалиды по зроку. Справа у тем, что у межах инвестпроекта по будовнести гипермаркета на скрыжевании в улиц Советская и Яфремова продугледжено поширение проездной частки. Перенос припыночного пункта «Гар-электротранспорт» и скоростный проезд для технологичного транспорта. Новая инфраструктура может стать невеспешной для неведущих людей. Подробязности ситуации в репортаже Наталья Каприленко. Ну вот, соответственно, сейчас как раз идет процесс сборки сидений, и тут же параллельно грузятся автомобили. У цехах предприемства зараз горячая пора. Рыхтуют великий заказ, трибуны для стадиона у Петрикове. Чекает работа и по контракте на 132 тысячи рублей для будущей лыжеролерной трассы у Гомелли. Директор запрашивает в другой цех. Там работают тотально слепые люди, выполняют заказ Рычицкого метизного завода. Праца есть для всех. Хоть и не на полную ставку. Не проводит скорочение тотально слепых работников – принциповая позиция керавництва. Сергей Романюк сподяется. Махчима так, убачивши реальных людей, які живуть на супероклёсу, годно працують, буде лягче уявить проблему, з якояны ризикуют сутыкнуться. Как настроение вообще у людей в бывшем общежитии? Расскажите, как независимы у нас эксперты? Ну, настроение великолепное. Хотелось бы, чтобы лучше было. Но имеем то, что имеем. А то, что строится торговый центр рядышком, какое-то неудобство будет, как вы считаете? Ну да, немножко неудобство есть у нас. То, что они машины там ставят, не в положенном месте. А так, хорошо, когда магазин есть поблизости, для инвалидов это великолепно. А так, у нас тут практически нет магазинов. То есть, с одной стороны, хорошо, что магазин, с другой стороны, нужно, чтобы что? Ну, чтобы они хотя бы знали, где парковаться. Меркование, что бойный гандлевый центр в этом районе просто необходимый, поделяет большая частка коллективу. Это не только споживецкая позиция. Вядома, что уже сейчас гандлевый объект рыхтуется до открытия и подает объявы о вакансиях. Инвалиды с некритичными прошениями зрока, занятые на светлотехнице на неповную ставку, могут найти и работу с домом. Однако, в первую очередь, каждый за безопасность. Вот человек идет, условно, держать за помощь. Да, абсолютно верно. Он проходит прямо до остановки, я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Значит, специализированными поручнями желтого цвета для тотально незрячих. Гэтую 100-метровку на предприемстве называют «дорогой життя». Неведущие люди вот так рухаются, что деньги не тримаются за поручень, как добраться от дома до проходной або припынку транспорту. Желтый колер – опошный колер спектру, яке могут адрознивать люди со слабым зроком. Тому гэта самый важный ориентир у житти 145 гамильчан. До речи, у коллективе светлотехники 112 человек не бачить зусим. На адаптацию до новой инфраструктуры молодым инвалидам по зроку спотребится много месяцев. Неведущим сталага взрослому без допомоги не обойстися. Так лечит старшиня Гомельской областной организации Белорусского товариства инвалидов по зроку. И он працует в этом же жилом доме. Перед тем, как, допустим, человеку прийти на предприятие работать, мы прежде всего осваиваем саму ситуацию. То есть, как он должен идти, как он должен ощутить. Фактически тренировка такая, да? Да, да. То есть, называется это пространство ориентирования. Неведущих супрацовников, яке самостойно добираются на работу зынших районов на хромадском транспорте, худшей за все, теперь придется сустракать и проводить до проходной. Тем, кто живет у малосемейцы, легче. 71-й квартиры, 42, поспели оформить во властность. Остатние, кто жадает покинуть службовое жилье за собой, зараз выплачивают взносы за приватизацию. Для тех, кто вырешил замасоваться таким чином и жить побоч с предприемством, наладженная безбарьерная осяродя не изменится. Вот нашему элементу безбарьерной среды здесь дорога доходить не будет. Тут будут инвалиды, он сохранится, эти элементы. Они как шли сюда, к своему жилому дому, так и будут проходить без вопросов. Речь идет только о смещении остановочного пункта и организации правильной безбарьерной среды, и чтобы все-таки передумали, как говорится, и убрали отсюда заезд. То, что будовля гипермаркета может значительно повплывать на уклад життя неведущих, на светлотехнице заразумели за семья Дауна, кале уздовши советской стали проводить земельные работы. Были чутки про перенос припынку и скорозный проезд для транспорта. Предприемство накировало лист у городской ЖКХ, просило расслумачить, что станет с безбарьерным осяродзем. Высветлилося, что будовництво гипермаркета инвестор выконвает по проекте, затверженным еще 9 годов тому. У его межах, на самом речь, заплановано изменение инфраструктуры, а лезвыкананем усих нормов безбарьерного осяродзя. Однако скорозному проезду на шляху от проходной светлотехники до нового припынчного пункту – быть. Предусмотрено, что у нас незначительное перемещение остановочного пункта, что не повлияет никаким образом на жизнь до города. Проект прошел все согласования у всех инстанций города, поэтому мы отклониться от согласования никаким образом не можем. Поэтому я считаю, что люди будут довольны и будет все хорошо. Кировництво подрадной организации, якая веде будовлю гипермаркета и контролюе изменение инфраструктуры, запросили до себя директора светлотехники. Будовники заверили, обовязково выконують усе потребования для беспечного руху. Я неуполненный непоразумение возникли за недостатковой информованности и формального громадского обмеркования инвестпроекта. Зараз Гомель рыхтуется до будовництва еще двух буйных андлевых объектов. Гипермаркет на месте рынка Привокзальный и ресторан худкого харчавания для универмага Гомель. Могчима на этом прикладе можно загадя обмерковать проблемные моменты и подбегнуть непростой адаптации жихаров до новой забудовы областного центра. Наталья Капрыленко, Андрей Иванов, Телерадио Компания Гомель. Продолжение следует...